Музыка Невозможно дозвониться, когда он в отпуске, это нереально просто. Придется вызывать его по старой детской традиции. Денис! Выходи! Денис! Денис! Эй! Привет! Мяческий! У меня он сдулся. Такой и есть. Что, футбол? Да. Я не могу, у меня папа не отпускает. А когда сможешь? Не надо еще позаниматься. Да ты все время занимаешься. Сколько можно? Мне еще надо к Щениковскому концерту учить. Осталось там полчасти. Полчасика? Ну ладно. Подождешь? Да. А где пацаны все? Собираются. Сейчас я скоро приду. Давай. Ну это святое для меня место. Место, где я провел свое детство и юность. Это наш вечный огонь и наш острог, так называемый, где замечательные церкви. В окружении здесь. Там находится мой дом. Там находится мое футбольное поле, где я проводил по восемь часов игры. Не на фортепиано, а на футбольном поле. И на задах заброшенная ТЭЦ. И на знаменитая труба. И вы будете смеяться, вот на этом месте и будет концертный зал. Для меня это место всегда, особенно вот такую погоду, сентябрь, осень всегда, это такие ностальгические моменты. Здесь вечный огонь, где я стоял в карауле, кстати говоря, от моей 11 школы имени Маяковского. Вот там мой дом. Та самая квартира, где я не сделал ничего, имею ввиду ремонт. Это тот запах, который, ради которого я сюда приезжаю. Запах квартиры и, конечно, вот этого места, где прямо дальше будет ангара. Наша набережная, где запах ангары, он абсолютно неповторимый. И запах рыбы, которая там обитает, в первую очередь, это хариус. Всегда стояли рыбаки с огромным количеством рыбы. Здрасте. Здрасте. Это памятник Белобородову, знаменитому генералу. Вот. Так же ничего не меняется, в этом весь кайф. Вот эти все замечательные цветы, вот эта травка, вот это солнце. Вот эти люди, которые абсолютно чистые, добрые и какие-то другие, понимаете, наши. Я всегда говорю, сибиряк – это национальность, это действительно так. В который раз уже убеждаюсь, что мы, конечно, какой-то у нас есть особый колорит нашей национальности. Сибирь, она огромная. Это и Красноярск, куда я полечу через два дня. Новосибирск, и Омск, и Тюмень, конечно же. Но сами понимаете, что Иркутск – это особая история. И особенно то место, где мы находимся сейчас. Вот открывается просто сумасшедший вид на ангару. Ну, это еще место, знаете, чем удивительно? То, что вот это ангара, а начиная со второй половины реки – это уже Иркут. Здесь две реки соединяются вместе. А вот на той стороне остров, который называется Любаша. Раньше ходил здесь такой трамвайчик, куда мы на тот остров переплывали. И там ныряли, потому что вода в Иркуте, она гораздо теплее, чем в ангаре. Сейчас мы посмотрим на течение ангары. Она, конечно, безумная. Если ты здесь прыгаешь, ныряешь, то течение тебя относит сразу на километр туда. И на одном месте невозможно плыть. А вот этот ТЭЦ. Посмотрите, как раз где эта труба, где и будет концертный зал. Вот посмотрите, это уникальное место, которое сейчас напоминает какой-то призрак. Место призрак – это абсолютно заброшенное ТЭЦ. Но там есть теплосети под ним, которые, конечно, будут переноситься, потому что это стратегическая история. Но вот вы представляете, вот эта набережная, которая идет вот оттуда. И она будет плавно перетекать. Вот это мертвое место, где ничего не происходит уже 25 лет. И вот здесь будет стоять концертный зал. Будет стоять такой квартал 21 века с современными зданиями. Но визитная карточка этого места будет, конечно, это концертный зал вот на берегу этой грандиозной реки дочки нашего Байкала, который убежал от своего отца к возлюбленному Енисею. Кстати, я вместе с Ангарой тоже поплыву, хотел сказать, в Енисей. Кстати, это идея – как-нибудь совершить поездку по Ангаре. На встречу утренней заре по Ангаре плывут сибирские девчата. Тоже интересно. Вот запах невозможно передать вам на камеру. Понимаете, это какая-то свежесть какая-то особая. Невозможно это, к сожалению, средствами камеры передать. Сейчас подойдем, посмотрим течение и чистоту этой реки. Посмотрите, скорость течения. Если здесь нырнуть, это вам не Байкал, в котором нет течения. Оператор, который снимает, у нас морж. Он знает, о чем я говорю. Вот мы играли там в футбол, а потом все ныряли в эту Ангару абсолютно мокрые. Это было такое освежение. Ее можно пить прямо отсюда. Вы можете, во-первых, пить из-под крана в Иркутске тоже. Вы будете смеяться. Сейчас в Москве такого невозможно сделать, а в Иркутске пока возможно. Надеюсь, будет так всегда. Вот так же рыбаки стоят на этих лодочках, на якоре и ловят хариус. Вот ничего не имею. Вот прихожу как будто 25 лет назад, 30 лет назад. Пойдемте на футбольное поле. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Одиннадцатая школа? Да. Кто учителя у вас? У меня Елена Владимировна. Как фамилия? Парфенова. Парфенова, да. А сведено Тамару Петровну знаете? Да, конечно. Виктора по физкультуре. Виктора Александровича. Виктора Александровича. Виктора Александровича, конечно. Конечно. Смотри, все остались. А кто по химии? Ольга? Или у вас еще нет химии? У нас химия есть. Кто у вас? Щепина? Нет? Нет, у нас другая. А по английскому кто? У меня Нина Игоревна. Новая? А у меня Нина Игоревна. Вы в каком классе учите? В восьмом. В восьмом? Я в шестом. Здорово. Ну что, как дела? Как у вас? Да ничего, вот приехал на фестиваль. Завтра уже заканчивается. Да. Не были на концертах? Нет. Нет. Приходите как-нибудь. Я что-нибудь, может быть, что-нибудь в школе сделаю на будущий год. Давайте сфотографируемся, я побегу. У меня уже... Давайте, давайте. А где у нас фотоаппарат? Кто нас сфотографирует? А вот и фотоаппарат. Давайте. С одноклассниками практически. Конечно, конечно. Как учителя истории. Ну, одиннадцатая школа. Гип-гип. Ура! Спасибо. Мне нравится. Вот новое поколение, понимаете. Вот я заходил в одиннадцатую школу два года назад. Там был юбилей. Вот совершенно еще юные. Там, не знаю, третий, четвертый класс. Мы с ними так разговаривали. Это была такая глубокая беседа. Они такие интересующиеся абсолютно. Им все интересно. И глаза, главное, очень умные, понимаете. И такой глубокий взгляд. И с юмором все в порядке. Здрасьте. Ой, как же здесь хорошо. Как же не хочется отсюда уезжать. Толком не погулял здесь в этот заезд. Потому что совершенно сумасшедший был фестиваль. По темпо-ритму, по какому-то количеству гостей. Был просто рекордный, я думаю. Там триста с чем-то человек было. Ну, вот скоро будет наше поле, которое уже 25 лет. Абсолютно заброшено. Пойдем прямо. Сейчас на него придем сюда по травке. Я уехал в 91-м году. И футбольные турниры на этом поле прекратились. Во-первых, не только я уехал. Еще несколько человек самых таких больших заводил в нашем дворе. Но я говорил, что я был старостой двора. Я был ответственный за заливку катка зимой. Так как мы играли в хоккей. А вот здесь мы играли в футбол. Начиная, я думаю, с апреля по ноябрь. В качестве ворот у нас были деревья. Да не сохранились одни ворота, других уже там нет. Двух кустов. А, смотри-ка, срубили. Вот здесь было дерево еще одно. Его срубили. Черт побери, а кто срубил эти деревья? Чтобы они не были такие красивые. Жалко. Вот это одна была штанга, а вот здесь другая штанга. А противоположные ворота вот там. Просто вот абсолютно хочется поиграть в футбол. А про эти тренировочные ворота я вам сейчас расскажу отдельную историю. Здесь мы отрабатывали пенальти вот на этих двух воротах. Этих двух штанг. Вот здесь. Я отрабатывал. Я всегда бил пенальти 10 из 10. Вот эти ворота здесь. Они, конечно, не настоящие по длине. Но, тем не менее, все равно. Отрабатывать было очень удобно. Как вы знаете, я большой поклонник московского «Спартака». На протяжении уже 30 лет. Меня приучила к этому бабушка. Вот эти ворота, знаете, чем знамениты? То, что в свое время, когда Станислав Черчесов стоял на воротах московского «Спартака», это был мой пик боления. 1989 год, когда мы стали чемпионами, я был в тот момент в «Лужниках», когда Валерий Шмаров забил на 89-й минуте победный мяч «Динамо» Киеву. И стали чемпионами. Первый год, когда команду возглавил Олег Романцев. Так вот потом, много лет спустя, когда мы уже в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» проводили свой футбольный матч, приехал Станислав Черчесов, с которым мы в очень дружеских отношениях. И я его уже поздравлял со значением главным тренером сборной России по футболу. Но вот тот приезд его в Иркутс для меня был очень символичен, потому что мы пришли с ним сюда, вот на это место. И я его поставил вот на эти ворота и побил ему немножко пенальти. Вот для меня это был такой момент счастья, потому что представить тогда, 25 лет назад, что вот между этими деревьями будет стоять сам Черчесов, мне никто бы, естественно, не поверил, это был самый момент счастья. Вот, ну вот, видите, мы с вами сходили в это место, можно считать, что фестиваль состоялся, потому что для меня каждый приход сюда – это особая химия. Прямо на корму, а река бежит, зовет куда-то, Плывут сибирские девчата Навстречу утренней заре По Ангаре Навстречу утренней заре По Ангаре